Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое неистинный нарциссизм. Все больше и больше в комментариях вы обсуждаете нарциссов. Тема, конечно, интересная. Тема для многих женщин достаточно болезненная, и мужчин в том числе. Кто-то себя приравнивает к нарциссам. И путем, я не знаю, то ли рекламы, то ли еще чего-то, может быть, того, что всегда нас притягивают какие-то патологические личности, очень тема нарциссизма стала популярной и такой модной. И получается, что все, что модное, у нас люди пытаются натянуть сову, так скажем, на глобус. Если пару лет назад пытались все себе присвоить, соответственно, биполярное расстройство, кто сейчас с биполярным расстройством немножко успокоились, пытаются присвоить и присобачить к себе или к своим близким диагноз нарциссизма. Но на самом деле это не так. То есть, да, какие-то оттенки, какие-то акцентуации в большинстве случаев, ну, каждый, по крайней мере, второй человек, может быть, может у себя найти какую-то долю небольшого здравого эгоизма, любви к себе или, может быть, допустим, какие-то истероидные черты, да, которые присущи нарциссам. Но чтобы вам, соответственно, понять, есть у вас нарциссизм или нет, и чтобы эта тема для вас, она была более, так скажем, раскрыта качественно, не нужно искать каких-то там домохозяек, которые из пустого в порожню переливают вот эту вот тему, кто кого бросил, кто кого обидел, какой этот нарцисс там плохой, какой он был замечательный и вот эти вот все воспоминания. Получается, что вы попадаете в пелену флешбеков, и так, возможно, там вам причинили боль по какой-то причине душевную, да, то есть вы чувствуете, что у вас есть все-таки какие-то проблемы, не обязательно нарциссизм, да, просто какие-то психологические проблемы, пока не ясного генеза пускай. И получается, что вместо того, чтобы приписывать себе уже конкретное расстройство, искать какое-то конкретное заболевание, вы сначала должны прочитать, найти качественный источник этого расстройства. У меня есть на моем канале, там, где нарисован мой переводчик Монг, такой чернокожий парень, мы вместе с ним записывали видео, и мы вместе с ним переводили ДСМ. С небольшими оговорками Монг там сделал как бы более лучший, более качественный текст, более качественный перевод ДСМ, и там по пунктам все расписано. То есть, если вы не попадаете вот в эти пункты, а только одним каким-то признаком, да, совпадаете с нарциссом, это не истинный нарциссизм, то есть не настоящий. Да, возможно, какие-то признаки будут присутствовать, но какие-то признаки, они могут варьироваться и быть присущи как и нарциссизму, так и биполярному расстройству личности, психопатии, социопатии. Где-то будет, ну, что-то перемежаться, что-то будет между этими всеми вещами общее, какие-то маленькие черты, маленькие штрихи. Но нужно рисовать картину в целом, и когда вы набираете ряд симптомов, соответственно, ряд симптомов почти полностью должен сойтись с этим небольшим текстом. Также есть, соответственно, в интернете тексты ДСМ в разных видах, в разных переводах уже есть, особенно по нарциссизму, соответственно, вы можете перечитать, и необходимо перечитать оригинальный текст, чтобы начинать изучение нарциссизма, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье! Продолжение следует...